День сердца 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 Наверное, я потихла сознание, потому что я не помню это первое. Я только очнулась, что муж мне по щекам бьет и говорит, что это самое, Люда, ты меня слышишь, ты меня слышишь? Вот я как будто бы открыла глаза и говорю, что ты меня бьешь? Ну, короче говоря, такое вот было состояние. Ну, он говорит, ты посмотри, у тебя рука не это самое, а я вот так люблю руку заложить. А вот я говорю, как рука? Рука у меня двигается, она такая, как плеть. Ну, вот он быстренько позвонил в скорую, приехала бригада. Молодцы, хорошие хлопцы приехали и сказали, так, быстренько. Ну, что тут ехать, я на 9 мая живу, у меня быстренько отсюда приняли. Ну, и у меня вот рука отошла. Речь же была такая заторможенная. Ну, типа микроинсульты. Все оборудование в центре новое. Главная гордость сотрудников, кабинеты УЗИ и компьютерной томографии. Ранее сделать на месте необходимое исследование для выяснения состояния здоровья пациента было невозможным, рассказывает заведующая отделением неврологии Елена Пономаренко. Оборудование все новое. И именно вот в этой программе мы получили именно для создания вот этого центра. Томограф, УЗИ и даже открытие вот функционального отделения, потому что раньше мы могли же какие-то единичные только исследования проводить. А в тот период, когда шли ремонты, не было государственного томографа. Вот Евпатория, такой огромный город, оставался без этого исследования. Нам приходилось ждать, когда пациент стабилизируется, чтобы отправить его там в Сайки или в Симферополь. Это было очень сложно для пациентов и для медицинских работников. А теперь мы можем фактически на входе делать это исследование острому пациенту и сразу проводить дифференциальную диагностику различных заболеваний. Этот центр гордость крымской медицины. Скоро подобные будут созданы и закольцованы по всему Крыму. Тогда проблема профилактики инфарктов, инсультов и прочих болезней сердечно-сосудистой системы будет еще лучше. Несмотря на то, что медицина в республике на хорошем уровне, не стоит на месте, развивается, не стоит забывать о личной ответственности каждого за свое здоровье. Будьте бдительны, контролируйте сердце, и оно вас никогда не подведет. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю в воскресенье в 20.50 на телеканале ИТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова